Бог Солнце тоже его частично ненавидит, там такая игра, потому что он еще зачат не от жены Бога Солнца, от ее проекции, от ее тени. Когда она ушла медитировать, она не могла своего мужа оставить одного, она как-то мистической силой свою тень призвала, и ее тень стала как бы нишной Бога Солнца, и от этой тени был зачат шами Дэв. Ну что, в смысле, запищу, когда посылаешь, пьем, аппетита, пьем, разогреваемся пока, да, что там, если беседуем, о том и все, яблочко там дайте, есть еще, шипун, так что подойдем. Мы ехали сейчас в ТОПСЕ практически, ну, приехали-то с Ростова, вот у ребят ночевали, Бостислава, Лера, а до этого мы были в ТОПСЕ. Там ретрит ребята проводили, я вот раз не решила не включаться, вот, там занимались бета-гравити, баланс-бордом, что там, на стропе ребята вот ходят. Расскажи, говорит, кому ты вот ходишь, ну, на стропу. Сергей Владимирович, грибков. Попался человек, который ходит, занимается акробатикой, да, воздушной, два того что-то. Да, 45 лет назад он начал по гранату ходить, до сих пор ходить. А ты покажи, не делай. И канва-то еще может подлить к кому? Подлить? Малагидаю. Я пока надеваюсь. Ну, смотрите, кому скажете подлить. Тоже такой интересный, феноменальный такой подход к освоению какого-то пространства, но такое ощущение, как будто он даже лимитирует на канате. Канаты даже не видно. Это как шоу получается на тонкой-тонкой леске, да даже не стропах. Ну да, она так ходит. Можно жаблировать по ней ходить. Хороший баланс у него. По грушкам бутыл отходить получается, подтанцовывать. А эти бутылки мне не лопаются? Не отдаваться. Какое дело? У меня такое ощущение, что он когда-то используется, как кастаньеды. Если она лопнет, эта бутылка, или вот этих. Да, обуви. У него специальная кожаная подошва и обувь. Перемотать мне, что гадит. А, ничего, сейчас. Пойдет, да. Поставил два рекорда мира, книга рекордов Гиллеса, похоже на горлышком бутылок. Это шо у нас? Удивительные люди. У нашей Российской, да. У меня такое ощущение, что вот когда в Кастанине читала, что используют вот здесь, вот в Шукольце, вот как-то там тоже энергетические. Интересно. И сверху с ним растет, крупный план, ноги, крупный план. Он еще дышит как-то, да? Как мы поняли, вниз таза, ноги выдыхается все напряжение, которое возникает, иначе начинаешь болтаться. Это что, пробка? А, не закрытая. А, не закрытая, да? Достаточно узкие горлышки. Ну да, как канадцы во мне. Ну да, да. Что-то в порядке, да? Да, да. У вас как дела? Да идут, потихонечку, по немножечку. А тут еще раз пошли и все время? Или Лера вторая? Нет, вот как раз вдвоем выйти. У нас тоже пара еще предварительно. Ну, говорят, после Нового года тоже уже, наверное. Ну, сама думала, одни женщины были. То есть смотрю вот эти видео. Ну, если смотрели, да. Ну, одни женщины, девчонки все это занимаются. Большие шаги не было. А потом что-то не появлялся. Разберем. Есть, ребята, какие-то вопросы? Они хотят топать. Мы думаем перевернуть наше представление, да, тренировка, вопросов нет. Угу. Я уже рассказывал, что гимнастика добавляет человеку энергетики для того, чтобы то, что у него скрыто, спит, получил импульс и начало развиваться. Стихи будете сочинять. Например, я как раз приехал, приглашали на передачу «Цискалидзе» записать. Какие интересные случаи произошли на передаче. Кому там в глаз попало стекло, кого-то там окунули в торт, а там оказался штырь такой с карамелью, чуть глаз нет. Ну и между делом, я говорю, а можно стихотворение я расскажу? «Цискалидзе», ну давай, вот такое стихотворение, то есть это тоже будет как-то там открываться, еще можете записать, можете еще хахать, а вот камера работает. Я говорю, стихотворение называется «Когда на улице дуба». «Когда на улице дуба», а это верно ведь январь, «Ты лучше чай попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и обылом чуть плавности. А там весна и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Ушкулин, вот такой случился, в июле смотрит всех жара, Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, Ты снова холода полюдишь, в оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, о жизни бренная рассуждая, Что хорошо, и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит-то иметь свое здоровье, тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовые сей принять, И от восторга засеять. То есть вот это вот, я вот еще, Да вы и смотрели обычно, когда показывают Пушкина, Его стихи, и он что-то там рисует, в смысле рисунки. То есть вот эти рисунки, они позволяли, Как бы сказать, в какую-то рифму ходить, еще что-то, И получать вот такие удивительные строки. То есть зато вот эта энергетика, она позволяет решать, Вот, ну, все, что вы хотите там, чем вы занимаетесь, вот, будете. Да нужно как раз план на год, да, составить? Да. План на год надо вот сейчас составлять, Потому что сейчас как раз астрономический год начинается. Вот он уже, 22-го начался, 22-го, 23-го пошло. Вот, и уже, чтобы вы как-то попали вот в эту волну, которая начинается идти. На нее оседлали. Не сразу как-то все это получается, но потихонечку. И пойдете, и пойдете, и пойдете, и пойдете. Вот так, что я там немножко, там, для себя наметил на год, что, что, как. То есть такая осмысленная жизнь, не просто человек там живет, что там будет, что там это. А он вот, 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 вот как Будда, я так услышал, Будда там эти, ходы были между тонким миром и нашим миром. И шастали эти все эти духи и так далее. Что он их завалил. Вот. Ну вот, он их завалил. И у каждого человека есть своеобразные такие вот, как бы сказать, каналы общения, которые могут быть завалены. Поэтому не идет там где-то удача, еще что-то, еще что-то не получается. И вот, я, этот, вчера мне сын, ну, как бы сказать, телеграм-канал там, сделал телеграм-канал. Там набросали уже немножечко этих записей. Одна там, женщина спрашивает, какие чистки зимой там делать? Ну, это, конечно, вещь интересная, но еще более интересная и важная. Это вот, как раз вот эти вот, почистить, почистить. То есть, люди даже не подозревают, что вот эти вот, связи, которые имеются, они могут быть забиты. Да. Тонко-пламывая. Да. А вот если их почистишь, у-у-у. Это вот у меня после гимнастики пошло. У нас там был некий такое какое-то состояние. одни за что-то, другие против что-то. И я Саше говорю, Саш, ну а почему, говорю, люди, которые не принимают, допустим, курильщиков, вот мне такое ощущение, что курение, оно намного вреда меньше приносит, чем злость, агрессия и состояние человека, который агрессирует на этих, допустим, курильщиков. То есть достаточно, допустим, курильщики, они такие безопасные, позитивные часто бывают, а те, кто вот агрессирует на них, они намного больше несут вот этой злости, какого-то токсичности, так скажем. Ну вот. То есть если вот эта злость, злость, токсичность, это, говорит, какая-то сущность сидит еще на нем, которая его дует на это дело. То есть вот очень для себя важно осознать, почему ты раздражаешься, в том или ином случае. И личное ядро себя восстановил, что вот этот человек, который позволил обнаружить твое раздражение, недовольство, вот это надо ему сказать спасибо. У тебя изъян имеется, и он обнаружился. Ты думаешь, он плохой? Нет, это у тебя есть плохое. Вот это надо все убрать. И как это все так убираешь, вот начинаешь, вот, грубо говоря, куда-то туда лезть. То есть пропускать, вот, как это, говорит, ушко Иголичи. И ты мне вот, вот, Иисус Христос, пролазишь. Если ты растопыли вот этим небом, еще чем-то, ты не лезешь туда, а ты же хочешь что-то там получить. Вот, поэтому вот это все как-то убираешь, убираешь, и глядишь, и получается. Вот если взять методику самодума, вот эту гравитационную амнастика, первая часть это вот эти пять упражнений. Ну, я практически там, что можно сделать в физиологии, там, с силой физической, так, наверное, уже выработал. А вот дальше, дальше, там уже вот этот этап, когда ты, будем так сказать, должен подружиться с силой. То есть ты как-то должен ей показать, что ты ее достоин, чтобы она там приходила, помогала и так далее. Кажется, конечно, как-то странновато, но, но, по практике это так получается и есть. И поэтому, еще самодума, он сказал, после тонны начинается жестокий отбор, кто там начинает поднимать. То есть если человек начинает соответствовать своими этими характеристиками нравственными, то вот он начинает прогрессировать. А кто не соответствует, то он, ничего подобного, он остановился. А если будет злоупотреблять, вот это еще и поломается. Вот, такие-то дела. Легче на вопросы отвечать, если какие-то вопросы есть. У меня интересно так тоже, я тогда задала вопрос про, ну, про демонического, человек, который будет заниматься, а потом сижу, сижу в комнате, вспоминаю, и почему-то у меня вот так, а какой-то глупый вопрос был. То есть он как-то у меня распаковался, я увидела, что вот как бы у Саши сначала у меня нет, потом с вами такая, ну, может быть. А потом сижу в комнате, и я понимаю, что действительно, такое ощущение после гимнастики, что я понимаю, но что какое-то состояние он дает, что, ну, вот туда, дальше, вот, как сказать, демонические сущности, они просто, ну, вот, не пройдут. Они как минимум либо из демона превратятся в ангелов, потому что какое-то такое состояние расширения, что, ну, невозможно остаться вот с такой злостью негативом, поднимая, допустим, веса. Почему-то у меня так как-то шло, и вот у меня почему-то показалось логично так достаточно. Ну, я больше склонен вот к тому, что вы до этого рассуждали, что существуют вот эти три мира, нижний мир, вот эти все. Яг, нафи, правь. Ну, пускай там так они в разных, нижний мир, там вот этих демонов, верхний мир, это, значит, девы, вот эти все эти полубоги, то есть полубоги, а потому что это силы, ветра, солнца и прочее, 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 прочее. Оказывается, интересно. И элементы, да, элементы, и посредине людей, ну, и три бога главных, там, это, шива, вишна и праха. О, и оказывается, как вот эти нижние, а раньше нижние были верхние, и верхние, они легко, как бы говоря, входят в человека, и человек, вот, в зависимости от своего, как бы сказать, черт характера, предпосылок, он начинает их привлекать, эти силы, они начинают через него действовать, и поэтому человек становится демонической личностью, другой становится, там, не демонической личностью, то есть он получает вот эти силы, тот те, тот те. А так, так вот мы думаем, что мы там сильны, а наша, оказывается, вот, это мое мнение, а наша задача, это настроить свое сознание так, чтобы мы могли впустить ту силу, которая нам нужна, вот для этого. А для того, чтобы ее впустить, вот, тут больше нравственная работа идет, как не верти, нравственная работа, потому что даже вот они сидят там в аскезе чего-то, там добиваются, приходят, им дают благо какие-то, там, и они это потом благо все превращают в какую-то ерунду, и, в конце концов, за счет своих желаний уничтожаются. То есть вот такие вот интересные вещи. Ну, тут вот каждый человек, конечно, по-своему, это все это чувствует, разбирается, главное, на практике, чтобы это как-то применялось, чтобы что-то выражалось такое конкретное, и тогда начинаешь понимать, что от человека. А если вот этого вот нету, то тут, ну, не о чем разговаривать. Человек в своем там находится, он там в кредитах. А что тогда будет, вот, если не будет этой проявленности, вот человек будет заниматься, будет получать эту энергию? А он не будет получать, он вот, то есть, вот как я до этого рассказывал, чем хороша эта гимнастика? Эта гимнастика хороша тем, что вот эти пять упражнений позволяют сначала суставы поставить на место, это самое интересное. Второе, они позволяют укрепить связки, связки укрепить. Третье, если не самое главное, они позволяют, она позволяет воздействовать на костный мозг, который начинает обновлять, запускается хорошо гормональная система, то есть, вот это вот все. То есть, неважно, достиг ты там каких-то, ушел, затонный, не ушел, уже начинают проявляться вот эти вот феномены оздоровления общего, причем общего оздоровления, вот они проявляются. О, я включился, видите, как ушла энергия, а то сидел в немах. Вот, вот это надо, а уже если ты хочешь дальше, дальше, и вот тут уже будут раскрываться какие-то там потенции творческие, то есть все, ну, просто дальше, дальше, если, как самодумал. Мне, знаете, понравился фильм, это про этого предсказателя, предсказателя со Сталином, который еще был. Больф Мессин. Да, Больф Мессин. Вот он мальчиком там начал что-то там предсказывать, два этих там дяденьки ученых начали возить его с этими опытами. Опыты делает, опыт, он что-то там это. А там немец сразу смекнул. Если он что-то знает, он его так в казино, и он ему три раза выиграл в казино. Сразу кучу денег. То есть, а то можно вот так вот действовать, а то можно вот так вот действовать. Я грубо говоря, отмыслил. То есть, к чему я веду, что тут же самодумал, он там останавливал эти самые торнадо и так далее, за которые можно, грубо говоря, получить, были бы там большие деньги. Потом Ури Геллер. Вот это что он это, ложки гнул. Я вот как раз на этой передаче был. Я как раз сидел там в Веденеево, я его увидел, а там зашла в ремерку, он говорит, ну что тебе сделали? Говорит, ну вот смотри, там ложку-то копим-согнул. И это, то есть выступал. А потом он использовал вот это, что у него есть, он нашел просто-напросто месторождение нефти там где-то там. И где-то там разработали, и уже больше не выступает. То есть, я не к тому говорю, что там можно вот как-то вот так вот деньги там выиграть или еще как-то, но, по крайней мере, как-то совершенно по-другому себя обеспечить и дальше заниматься тем, чем нравится. Заплетаться, расплетаться, стоять на голове и так далее. Левитировать. У нас два человека. То есть, как-то я работал на заводе, и там как раз познакомился с людьми. Они вот тоже увлеклись все этим делом. И они поехали на курсы йоги, которые вот левитируют там. Значит, их там обучили, они вроде тут левитировали, левитировали, потом один умер. Другой, значит, это, ну, просто живой возраст такой был. Другой, значит, бросил заниматься, а его предупредили, что он говорит, а если ты бросишь заниматься, смотри, что это такое. И он подошел, ремонтируемый мотор машины, мотор там, клапана и так далее, что-то. Он туда заглядывает, этот включил, короче, поршень этот, сам вылетает, ему как дал блок, такая вот, вот, бляма, туда раз, за малым не убила. Вот сейчас голова болит, говорит, что делать, что делать. А, а что, да, говорит, слетал на Марс, слетал на Марс, ну и что? Ну ничего. Вот, вот. Ну не знаю, как так. Кому-то интересно. Геннадий Митрович, а у вас были учителя? Ну, больше по книгам. Вот как раз про библиотеку, и я, это, в 1983-м году, в 2004-м году, вот я начал искать по оздоровлению там, а тогда, чтобы ничего не было. Это были вырезки газет, и я потихонечку, от одного человека к другому, там что-то у них было. Вот, и в шахты мне дорога привела, там Семенова, как раз мы с ней познакомились. А Семенова узнал Черкасова Владимир Георгиевич, это писатель. Он жил в Москве. Он жил в Москве, интересовался. И вот Черкасов, оказывается, он был знаком хорошо с Порфирьевым, с Шаталовой, и еще там с какими-то там людьми, это просто что у меня. Вот, и в том числе были научно-исследовательские институты, которые имели переводные материалы Шелтона Брега, Концентрация и медитация, с вами Шивананда, то есть они, вот это вот у них тогда уже была, вот такая вот литература все это. Но это было только у них, перепечатки. И вот я пользовался этими, значит, перепечатками, я сам печатал на машинке, просил его. Я говорю, я себе первый экземпляр, а вам в качестве платы два экземпляра продадите. Вот. И вот я поэтому учился по книгам, потом пробовал, книги пробовал, книги пробовал, книги пробовал. Вот. А так, чтобы интересный случай вспомнить. Уже когда начали немножко обо мне узнавать, там, я в Москву там приезжаю, и этот человек, который там делал там чистки, то есть все, он к врачу мне раз, вот этот человек, чистки организма, а врач там, чистки организма, надо же. В то время. Вот. То есть, важно, как бы сказать, заниматься и вот удивительный феномен тоже проявляется, что как бы в нужный момент приходит та или иная как-то информация, либо ты вот осознаешь важность вот этого всего. то есть можно многими вещами заниматься, я и занимался многими вещами, начиная со спорта и кончая голоданием, там, вот. важно самому себе объяснить, что ты сам представляешь, что, что, как, и как-то, как-то подключается к тебе силы. Подключаются, проверяют. Какой момент вы себе это объяснили, когда это было? Это такое становление. До сих пор я тут, вот, вот, я пришел, буквально-таки, даже не с гравитационной гимнастики, а с гравитационной гимнастики, я просто понял, вот это да, думаю, вот после первого занятия на тренажере, Крым, вот это да, но меня перевернуло, то есть у меня поднялась температура, у меня прошел вот этот какой-то там оздоровительный этот процесс, вот, что, как она мощно действует, у меня спина очень там была, я как раз рассказывал, я ее там перекосил сам, вот, все это как-то раз, быстренько прошло, думаю, надо это знать. А вот последние вещи, последние, самые последние, они буквально такие, ну, говорят, месяца три назад, пришли, то есть, о чем я вам говорил, что вот этот вот, Вольф Мессинг, вот так вот ездить, опыты ставить, вот эти психологические, вот это вот, там собирать аудитории, а можно пойти в казино, выиграл, и все. И потратился сил. Ну, ну, там, как это было, и все, то есть выиграл, и дальше занимался своими вещами, то есть, вот такая вот интересная вещь. Ну, жить-то надо, и интересно, что-то там такое, но, сам процесс жизни, он, весьма интересен. Вот я сейчас хочу, разобрать свою жизнь, с позиции астрологии, то есть, когда жизнь уже прожитая, уже эти же, 70 лет, уже 80-е, когда начал катить, и это согласно, вот тут было что-то, вот тут было что-то, вот тут было что-то, вот этот гороскоп, составляешь и смотришь, совпадают аспекты, не совпадают, дом совпадает, не совпадает, что там происходило, уже тогда можно прогноз дальше сделать, так вот, вот так вот. А мне, это, в вашем, в Индии рассказывали, что он, когда человек на каком-то уровне находится, достаточно высокий, на него уже планеты не влияют, что они влияют только... Нет, на меня все еще влияет, на меня все влияет. Я вот совсем недавно, я вам рассказывал, что вот, чтобы ты не раздражался, то есть, я вот научился довольно-таки давно, но тем не менее, все равно раздражался, чтобы ты ловишь себя на раздражении, если там, видишь, человек там идет, ну, я там плюется, матерится, там, машину там поставил, или еще там что-то там сделал, чтобы ты это... Не реагировал. Нет. Осознанно понимал, что... Ну, твой гнев... То есть, то есть, вот здесь как раз, что я смотрю, вот этот вот, Махаде, Бог Бау, вот она, там, 900 серий, 900 серий, это вообще, человеку там, никто там не смотрит особо, это такое, для них, ну, я на 200 дошла. Мудное занятие, но, тем не менее, тем не менее, а я, вот, как раз, вот, когда ты понимаешь, какая там информация заложена, ты тогда начинаешь, вот это вот, все понимать. Ну, вот, как раз там, они, в такой, в своей форме, объясняют, вот это вот, как там преданные взаимодействуют с Богом, вот это аскеза, вот это он получает, вот это, 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 вот, и, к чему я, мысль немножко ушла, понятие, вот это вот, на наш язык, вселенского порядка, вот, если мы с вами, вот этот вселенский порядок, а там, допустим, ну, тот же пьяница, то-то еще кто-то, то-то еще кто-то, да, он его нарушил, а ты на него еще раздражаешься, ты добавляешь в эту вот, дхарму, в этот порядок, беспорядок, вот, что интересно, а ты там, ну, говори, ну, можешь пожелать, можешь вообще, так, как бы сказать, не отреагируй на это, это важно вообще, не добавляй, и тогда совсем по-другому у тебя получается, вот эта интересная вещь, взаимодействие с этим пространством, и ты как-то начинаешь, вот, чувствовать, что оно, к тебе повернулось тоже, а если, почему я еще так говорю уверенно, у меня было несколько раз случаев, когда я, вот, я вам стих читал, я мир и мироздание, там, и так далее, занимаюсь методикой, методика написания красивых слов, то есть красивые слова, ты их пишешь, они позволяют окружить, как бы сказать, тебя соответствующими понятиями, а соответствующие понятия начинают притягивать соответствующие силы, и ты чувствуешь, ох ты, какая энергия пошла, то есть все, пятое, десятое, как летаешь, даже лучше, чем от гравитационной гимнастики, вот, и тут тебе такая, раз, испытание, свистнули люк на гаражок, вот тут подъехали, люка нет, это прямо выезжай туда, парни, и все, я сделал пожелание, плохое этим людям, которые, и его, свистнули, и сразу я чувствую, так, все сдулось, все, никакой энергии, ничего нет, это, как это, не думал, и вот я понял, что тут надо вот это вот нарабатывать, 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 потихоньку, полегоньку, потихоньку, полегоньку, ну, и выходишь, и, и по мере, вот, есть такие знания, вот в книгах, это в основном написано, то, что индивидуально, вернее, то, что для всех, а вот то, что индивидуально, ты уже на этом знании, ты уже, как бы сказать, становишься, отличной личностью, нежели ты до этого был, и тогда, грубо говоря, какое-то индивидуальное начинается ведение тебя, тебя начинает как-то вести, вот, соответствующую информацию, соответствующие, это, соответствующие встречи, соответствующие чего, при этом, опять-таки, чтобы ты не, это, вот, как самодумов сказал, я прекрасно это понимаю, после тонны возрастает вот эта вот ответственность нравственная, там уже не пройдешь, вот, пройдешь, не будет, нет, ничего там тебе не надо, ну, и хорошо, я наработал там за 4 года, да, все-таки там, и на речку наработал, наработал там. А мне это, Лисан написала, которая в Питере, вот, в которой я первый раз ездила, она сказала, что укрепил, как раз, она с вами занималась, вот, один раз. Ну, укревых, может, занималась. Укревых, или? У меня, нет, вы только занимались. Не, не у вас, а она с вами занималась. А, там? Да. А, вот, пишет она, пусть, я с ним в серпухове занималась. А, ну, в серпухове, да, ну, тогда серпухов, ну, ну, в серпухове, да, татарочка такая, может быть. то есть тут особо спешить не надо, особо спешить не надо, просто все как-то идет своим чередом вовремя, потому что если что-то, как бы сказать, дадут, а ты к этому не готов, ничего хорошего не будет. Да, вот даже вот я второе сообщение посмотрела, она здесь написала, что тогда у меня шпарило эго. Это, видимо, после занятий где-то там поднимаются какие-то пласты наших каких-то качеств, да, которые, ну, как говорят, в какой-то момент они, может быть, лежали-лежали-лежали на дне, так раз-раз-раз гимнастикой, раз их приподняли, и они вылазят наверх. Получили подпитку, да, гордость и так далее. Ну, либо наоборот, как вот мне объяснили, светлое начинает переворачиваться и поднимать темное, что еще, как бы, вот оно вот где-то внизу. Энергия же не особо увеличивает, чем больше в человеке определенного. Ну, это, я опять-таки свое мнение выскажу, свое мнение выскажу, что вот мы привыкли энергию, это какое-то безличное состояние. Вот сейчас у меня такое чувство, любая энергия, это конкретная какая-то разумная сила, вот конкретная разумная сила, и если ты с ней взаимодействуешь, подожжал, мурашки побежали, будет точно, и если не нашел контакт, ну, ничего подобного, вот говорят энергию там, и тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Я как раз в этом видео выложил, да, и голод я выложил, и в позе лотоша сижу, ну, нырять я не нырял в этот самый бассейн там, и тяжелой атлетикой занимался там, и все там такое. Вот. Вы счастливы? То я, этот самый, как бы сказать, понятие счастья, я сейчас себя стал ловить на мысли, я стал довольным, довольным. То есть довольным, я вот... Всего в долг. А, как бы сказать, то есть, у меня по-своему это трудно выразить, то есть, вот состояние такое, как бы сказать, приподнятого настроения, я постоянно, наверное, видеть, пою что-то, то есть, когда есть быток и ныр, и ты уже начинаешь петь какие-то там, там, прибалутки, шутки. То есть, вот на этом я, вот, вот такой вот интересный уровень. То есть, вот. Мне кажется, если люди бы со стороны подборели, они бы сказали, что вы счастливый человек. Ну, не знаю, что там они скажут. По крайней мере, у Кривых, когда я занимался, тот человек, который меня привел, говорит, о, Геннадий Петрович, я думаю, что вы все время поете? То есть, быть довольным. Где-то, наверное, вот это можно охарактеризовать и счастье, потому что оно же еще такие градации имеет, знаете, иногда вот просто хорошее, ровное настроение, ты там, болен, все это, иногда даже бывает, вот такой вот, раз, так, о, а это как мурашки через тебя прошли. И, там, сознание как-то просветлело такое, ух, такое ясное, звонкое становится. И ты думаешь, вот это да, вот это да. То есть, вот, когда ты понимаешь, что, ну, это я лично так, для себя, что ты частица огромного целого организма под названием Вселенной, вот, и он тебе дал и жизнь, и тело, и место, где ты живешь, и все остальное там, это, кому что, кого не любить, кому не радоваться, кого не благодарить, как вот это вот, вот этот Вселенский, этот разумный организм. Вот, ну, я вот так вот. А что вот для вас, ну, просто, мы тоже интересно, я вспоминаю, разговаривали такие вещи, да, сегодня, наверное, какой-то философский разговор. Что для вас душа? Вот мне понравилась Блавацкая, вот с этими душами, и душа, дух, сознание, там, тело, большая, это, как бы сказать, непонятка. Я думал, что, 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 что же такое? Вот. Я выскажу свое мнение, а там вы как поймете. Значит, смотрите, грубо говоря, от целого, как луч идет, вот от целого, да, великого любящего, такая, ну, под названием Бог или Твоя, раз, отделилась вот эта частичка, вот. Это дух, вот, дух, дух, идя на воплощение, ну, грубо говоря, обволакивая яйцеклетку, которая оплодотворена, да, начинает строить тело. И вот это вот, значит, тело строится, и на основании органов чувств, пяти органов чувств, появляется, это когда ребенок уже родится, начинают появляться банки памяти, ну, то есть, вот, это стекло, это там, кружечка, это так далее. Вот, появляется инструмент ум, который сличает вот это вот, и то, что имеется в банках памяти. Вот, формируется сознание, которое мы, которое мы, соотносим, вот, соотносим, что это душа, наше сознание, наша душа, то есть, вот это ложное эго, вот, как они сказали, ложное эго, вот это вот. Мы считаем, что это душа. То есть, дух строит сознание в каждой конкретной жизни под себя. И потом, когда тело умирает, умирает тело, сознание, или вот это вот душа, так сказать, как мысль, душа, она еще существует, потом распадается. Блавацкая, как раз говорила, развоплощенная душа. Она существует, потом, ну, больше, ну, такая распадка. А дух собрал все эти наработки, которые в течение жизни появились туда, грубо говоря, к себе. Значит, он их там переварил, в период вот этого смерти, в период от смерти до нового воплощения. И уже, в соответствии с ними, идет на это. Я вот так вот понимаю, я так понял, это, это, вообще-то, рабочая схема. Отзывается. Да, вот это вот. А душа, вот она, вот мы считаем, душа, душа. Нет, дух, дух, дух сознание, тело. Сознание связывает с душой, вот так далее. Она там страдает, а дух, что? А он только, говорят, дух, он строит вот это душу, тело, он только наблюдает, он получает. И, как говорится, он в любом случае наслаждается, бьют тебя, любят тебя и еще что-то. Вот за него вот это вот, все это идет. Вот такие. К этому и слишком могу дать. А эго как реагирует вообще, в принципе, на жизнь? Как оно может мешать или помогать? Ну, это с самого начала. Я для себя, знаете, я для себя вот когда... Просто схематично чуть-чуть, ну, в смысле. Вот эту психологию начали, вот так вот, эго, как, все. Мне заинтересовало, что откуда берется. Что откуда берется. И оказывается, вот, сознание формируется вот так вот, на основании пяти органов чувств. То есть это то сознание, которое должно вот здесь ориентироваться, чтобы питаться, чтобы, это самое, тебя, грубо говоря, не съели. То есть, чтобы ты просто жил. И оказывается, оказывается, вот, помимо того, что оно там формируется на пяти органах чувств, к жизни, вот, любое живое существо надо подтолкнуть. И для этого существует хорошее такое вот слово, как инстинкты, которые переводятся в наше понятное слово побуждение. Побуждение, это инстинкты, побуждение. Побуждение к самосохранению, побуждение к продолжению рода, побуждение к лидерству, побуждение к справедливости и побуждение к творчеству. Вот они пять. Пять. И в зависимости от того еще, какие из них выражены больше, формируется характер. Я, допустим, люблю семью, он этот семьянин, а другую семью не любит, а он и семьянин. Один любит свободу защищать, а другому там все равно там. Другое лидерство. Да, лидерство и так далее. Вот на этом формируется. И вот оно, вот оно, вот оно, вот оно вот эта душа, вот оно, это эго, вот это ложное эго, которое движет, оно нужно нам здесь, чтобы ориентироваться. А где-то в других вещах оно нам не нужно. То есть вот тут баланс найти между тем, что нужно, что не нужно. И тогда как-то будет это самое. То есть нельзя сказать, что эго это что-то плохое, это оно выполняет определенные какие-то задачи все равно. Ну да, мы как бы, значит, с чем-то себя осуществляем. А, как вы сказали? Отождествляем. Отождествляем, да. Мы отождествляем вот культуристы с телом. А, а, да, вот и для них это все с телом. Другие с умом, там, допустим, говоря, ну вот певцы с голосом, там, да, еще там такого, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, еще там с творчеством, там, они там больше себя отождествляют. Ученые там со своими этими штуками там отождествляют. Вот немножко сбился я с мыслей. Ну, ну, мы поняли. Нет, ну, примерно я распаковываю немножко разговоры, которые были в предыдущие дни. А просто вот тоже интересно, почему, например, может яйцеклетка отторгать вообще, как бы, вот, сам процесс оплодотворения, допустим. Сам процесс оплодотворения, я так понимаю, важно. Дело в том, что, опять-таки, это все мое мнение, что женский организм, и в частности матка, это как раз вот место жизни для будущих жизней, да, вот такие все условия, все это такое должно быть. Ну, если там делаются, грубо говоря, аборты раз, другой, там, третий, или там, хотя бы один раз, это место уже превращается в место убийства, и от чего-то, да, что-то там отторгается, или еще. То есть, вот это уже не перестает работать. А если, например, аборты не делались, там, ИКО, или еще что-то, какие-то, манипуляции такие? Нет, ИКО тоже не надо делать, они же там гормонами накачают. А как преобразить эту энергию? Что? Как ее преобразить? Вы говорите, вот, ну, есть какое-то место, да, там, вот, вот эта энергия, да, как это место уже преобразить, его вообще возможно преобразить, нужно его преображать, другую, трансформировать другую энергию? Ну, вот я на примере Проклова и скажу, вот, у нее там всякое там было по жизни, и она никак не могла родить. И вот для того, чтобы родить, она где-то поголодала дней 20, ну, например, на это сколько. То есть, голодание позволяет стирать вот эту вот в какой-то мере информацию. То есть, оно подтирает вот это что-то? Голодание, хорошо. То есть, как компьютера перезапуска, перезапуска, ну, там, в зависимости от сроков, 7 дней мало, 2 недели, ну, тоже мало. Вот когда за 3 недели и так далее, вот это уже хорошо начинает работать. Это как в компьютере чистка, да, то есть удаляют ненужные файлы и здесь получается. Перезапуск, просто запуск, перезапуск и пошло. И вот именно такое конкретное действие, тут еще, то есть для того, чтобы что-то получить, ну, в том числе ребенка, необходимо такое искреннее действие в этом направлении, чтобы тебя поняли, чтобы тебя заметили и, грубо говоря, тогда дай. Если вот эти какие-то сомнения, какие-то там, такие дела темные делаются, то ничего не получишь. То есть, вот только искреннее какое-то устремление, оно позволяет вот это все, это дело решать. Еще такой вопрос, Геннадий Петрович, а как Вы считаете, как надо вообще детей воспитывать? Мальчиков, девочек? Ну, в основном своим примером, своим примером, ну, вот лично я, как бы сказать, в то время, когда можно было бы примером там побыть, вот я больше занимался совсем другими делами, это было связано с зарабатыванием там денег, это связано там с этим, с написанием книг, разъездами и так далее. То есть, с ребенком надо рядом быть, чтобы он от тебя все это принимал. И плохой, и хороший, и ты на, грубо говоря, ситуация создаётся, а ты ребенку говоришь, а вот так вот желательно мне делать. И надо объяснить, почему, не просто там дать ему под затыльник, а объяснить, почему это нельзя без этого под затыльник. Вот, а у нас же этим никто, вот, легче, вот это нельзя, а ты ещё делаешь, ребят, это там, грубо говоря, за ухом, вот оно, или ещё там что-нибудь далее. К сожалению, вот такое вот было. А вот сейчас, ну, как бы, много психологии, много вот всяких концепций, а вот иногда встречается такое, что, как бы, вот, типа, род мамы, род папы, и когда происходит развод, иногда один начинает претиковать, что вот у ребенка это, ну, полностью вина того рода, допустим. Как вот вы, ваше просто мнение, вот, как должен, допустим, по-хорошему осознанный человек, осознанная личность вообще реагировать, допустим, ну, как бы, не на правильное воспитание с другой стороны, или ещё что-то такое? Ну, это как-то трудно сказать, как там реагировать, но, по-крайней мере, из-за того, что вы не уезжились, вы сами тут, вот, какая-то там вина у вас там есть между собой, что, что вы, вот. Вот, ну, смотрите, гравитационной гимнастикой, например, занимаемся, у нас идёт энергия, сила, соответственно, если мы начинаем как-то проявлять какую-то негативную, там, даже по отношению к предупреждению, к предыдущему партнёру, ну, вот, как бы, всё равно уже будут какие-то реакции. Ну, тут, вот, почему вот эти вот все негативные реакции, они, и вот это к партнёру, то есть есть конкретный человек. Это уже, грубо говоря, если конкретный человек, и о нём думаешь негативно, о нём, ну, как бы, винишь его и так далее, то есть ты создаёшь искусственную связь, и эта связь между людьми, она наоборот, она тебя вытаскивает, потому что ты своим, вот, этими обвинениями, раздражениями, в адрес этого человека, ты постоянно подпитываешь эту связь негативную, она тебе высасывает, вот, то есть тут надо оборвать и всё, что, ну, не получилось, не получилось, и, это самое, себе как-то всё это дело объяснить, почему не получилось, какие там ошибки ты там сделал, и всё. Ну, пусть он себе живёт, ты себе живёшь, и там как-то нормально. А если вот это вот, мы как раз вот в этих связях, и мы вот, такое понятие цельная личность, вот цельная личность, когда, мы говорим, вот как раз вот эта вся её энергетика сосредоточена вокруг неё, вокруг её я, то есть вот таких. А когда она вот на всех этих, разбросалась людей, и обвиняет их, и это самое, то получается, что вы тратите свою собственную энергию, и не получаете должного, должного результата. То есть в любом... То есть в силу, как бы, тратим на ненужные процессы, по сути. Ну, вот, опять-таки, занимаясь гравитационной гимнастикой, я, знаете, вот заметил такую вещь, что вот все эти процессы, которые происходят с... эмоциональными, ещё там какие-то, даже во снах, какие-то там у тебя дела там идут, они очень сильно влияют на отбор энергии, очень сильно влияют. Поэтому, вот, самодумав, что он делал, он занимается гравитационной гимнастикой, он никому ничего не рассказывал. Он сам занимался, пока не достиг определённых результатов. А потом уже начал это самое. Начал что-то там преподавать, и так далее. Игорь Михайлович, а вот вопрос. Такой вот, честно, мы уже взомогрели, немножечко отмотать назад. Вы говорите, что, ну, как я понимаю, то есть процесс идёт постоянно. То есть он переходит с периодом жизни, так как поискарю, ну, если по лидической астрологии, в иное качество, в другое, в различные периоды, да, но вот этот процесс проявления и работы, он идёт постоянно. И вопрос, вот, вы говорили, что до определённого момента, то есть идёт вот эта вот наработка внутренняя, качество содержания, скажем так, энергоёмкости, если это можно так назвать, да, внутренней работы. А потом уже пространство начинает само проявляться в твоей действительности, желанной встречи, какие-то неожиданные ещё что-то. То есть я правильно понимаю, то есть это вот… Это то, что сейчас называют квантовое… Это… То есть это как по нарастающей, или это импульс, это вот, это как вот вдох-выдох, то есть это вот динамика, вот этого качества, или всё-таки какой-то там со временем вы переходите уже на другой уровень, получается, да, то есть уже там… На уровень светочек. Ну, я имею в виду периоды жизни, ну, вот просто… Ну да, есть, 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 да, есть такое качество. Но на самом деле взаимодействие начинается с самого начала. Мы просто не можем… То есть вот интересно так сказать, нам даются все возможности, все абсолютно возможности, но из-за того, что мы не можем за счёт своего умственного развития, опыта, это взять, и мы берём только то, что можем взять. А потом, когда мы это взяли, что-то опробовали, что-то у нас получилось, вот, и на основании этого формируется какой-то опыт, ещё что, мы можем ещё что-то взять, ещё что-то дать. А это самое, вот это интересное, вот это пространство, оно… Оно нам особо не подсказывает, оно не подсказывает так, чтобы это самое вот тебе дали. Оно вот всё вот это есть, всё это есть, оно просто, грубо говоря, смотрит, а чего ты возьмёшь, вот… То есть человек может вырасти, да, в состоянии, пускай там, Бога, со своими возможностями, вот, но, и как бы сказать, ему только раз, и дали бы это, вот, о-о-о, там это самое, помните, как это кино там, Джим Керри играл, великолепный там что-то этот самый, Джим Керри, вот, вот оно в чём дело, и вот тут ты должен дойти до этого состояния как-то сам, и тогда оно открывается, раз… То есть оно уже есть, вот этот миллион пространств… Останствия. Да ты никак не можешь здесь, ну не можешь здесь, вот вот подошёл, вот такой раз и взял, вот это, грубо говоря, там две тонны сразу, и оно всё есть. А вот, 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 вот как её потащить, чем её потащить? А можно на конкретном примере, потому что мы тоже разговаривали про это, вот, например, когда начинаешь исцелять человека, ну, не важно, массаж это, или какая ему техника психологии, то есть если у человека есть какие-то блокировки, или сознание ещё не созрело, несмотря на уровень целителя, да, допустим, который он может дать масштаб, человек не сможет взять только, ну, свыше того, что он способен осознать. Ну, так примерно получается, вот очень хороший пример, это Джуна лечила, значит, Брежнева, Джуна лечила Райкина старшего, вот я как раз Райкина старшего слышал, ох, как хорошо, после её сеанса, вот я это, потом в день через день он всё спустил. То есть, я так понимаю, целительство происходит тогда, когда человек осознаёт свои ошибки и стремится их исправить. Потому что он, грубо говоря, своими желаниями, хотелками и так далее, раскорячился тут по жизни. И вот такое уже с ним произошло. Для того, чтобы он стал какой-то цельной личностью, здоровой, он должен совсем по-другому несколько действовать. Потому что существуют совершенно такие интересные методы лечения, как отдать шубу. Шубу отдали быстро. Что-то там такое. Эта торфелька, ничего, оно так там лечил. Я помню, когда беременность, кошку нужно с улицы уличную взять и вроде потом тоже происходит какая-то беременность раньше такого было. Ну, вот многие вещи. А если, вот, вся современная медицина, она занимается медвежьей услугой. Почему? Потому что человек, ну вот вы выпили чаю, да, а можно же выпить там коньячок, там колбаску, есть ещё и сегодня, есть завтра и так далее, полежать, что там хотите. Вот. И он, в конце концов, своим образом жизни, образом жизни нажирает то или иное заболевание. И идёт к лечу, слушай, а у меня вот желчный пузырь перестал работать. Что ж мы будем делать? Он, ну, сейчас я тебе помогу. Давай его вывяжем. Ну, вывязали, допустим, к примеру. Вот. А проблема-то осталась. Он опять там есть, то есть всё, пятое, десятое. Желчного пузыря нет, это уже инвалидность. Потому что дальше всё это работает по подругим этим самым каналам, схимам, портит организм. Вот. И получается, что, короче, ежедневно получается. А другое дело сказать, вот то-то, то-то, то-то надо сделать. Вернее, мы тебе поможем. Снимем боль, снимем там ещё, чёрт, мы сделаем. Ну смотри, это всё получилось из-за того, из-за причинно-следственной связи, что ты получил то-то, вот-то, то-то, то-то. Поэтому, хочешь? Вот так. А не хочешь? А сейчас вообще кошмар. Вот грубо говоря, я там буду бухать, бухал-бухал, у меня печень отказала или почки отказали. Ну, найдём какого-нибудь человека, вырежем, вставим. И продолжим дальше так примерно. А дальше он и не сможет продолжать. Он уже нарушает определенные законы, да? Да там всё нарушается. Там придётся противоотторжение столько лекарств применять, что он мог бы вот тут выстрелить 20 раз, нежели теперь после того, как ему там суставы заменили, печень пересадили, или почки, или ещё там что-то, или ещё. Есть, конечно, случаи, когда там травмы, ясно, понятно. Но если и в медицине причём, вот это вот всё широко, вот, говоря, пересадим тебе там руку, ну, и всё, и побеги что-то дальше. По сути, наверное, у современного целителя, наверное, какой-то такой должен быть подсвечивающий, да, состояние, чтобы он мог подсветить какие-то проблемы у человека, чтобы человек, по сути, потом мог исцелять самого себя, да, где-то вот. Может быть, дать где-то в какой-то момент просто увидеть что-то. Вот, скорее всего, увидеть что-то и сказать. То есть, всё зависит от нашего образа жизни. Вот будет образ жизни такой, знаете, вот мы по этим рельсам пойдём. Образ жизни такой, мы по этим рельсам едем. Вот такой мы по этим рельсам едем. И всё. А дальше от этой станции до той что-то там, то будет, это то будет, это всё будет. Вот, если вот это понимаешь и действуешь, я вот, хотя и написал вот там кучу этих книг, вот по всему, вот самая простоя, умеренность ни в чём не злоупотреблять, и нормально получается. Но ещё с помощью этой гимнастики энергию ещё получили. Тогда совсем. То есть, важно ещё понимать, что же самое ценное. Самое ценное – это энергия. Вот, как я говорил, Брежнева лечила Джуна, Райкина там лечила, ещё там кого-то там она лечила. Да, человек сразу ему дали энергию, он чувствует, о, как я стал всё, всё это самое. Но он её держать не может, он её спустил. Она не держится на нём, он не может её вырабатывать. А просто есть люди, которые, о, с такой вот энергетикой. И они же вот это вот одарят. Самодумал, он всё, вот такое слово лезет у меня, разбазарил своей этой самой, получил громадную энергетику, он там исцелял чуть ли не круглые сутки. Исцелял, исцелял, и не спал. Настолько мощное всё это было. Вот. Ну, потом всё это тоже… То есть, исцеление человека, который… А, это же… Вот. Мне нравится это. Я смотрю, за звёздами наблюдаю. Рома Жуков. Вот это, певец там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И приезжал какой-то там целительный с этого… С Афганистана или ещё там. И вот он одно… И его там это, там, раз исцелил, там Рома, два, и там помог, и так далее. Ну, Рома, естественно, концерты. И на концерты опять ему становится плохо. Он звонит, ему там, Рафик, приезжай, давай помогай мне. Вот, что-то там такое. То есть, человек не меняется. Он не меняется. Он просто за счёт тяжёлого хочет. Ну, вот так вот. Раз не меняешься, это всё равно как-то… Как-то это действует, усугубляется. И он даже потом не поможет. Ну, вот такие вот дела. Поэтому исцели себя сам, да? Ну, в основном, да. Тут даже исцелять не надо. Просто сел, задумался, как я живу, что я делаю неправильно. И всё это начинается с привычек, с питания, там, с банальных привычек. Скоро Новый год будет. Вот, Новый год. Я вот поел, да и лёг спать. Я особо не встречаю. А у кого-то тазика левее. Ну, вот, да, надо съесть, а потом… И, кстати, после Новых годов, самое большое количество вызовов скорой помощи. Люди объедаются, они не могут столько переварить. Допустим, ну, вот такой человек, как я, да? Вот я сижу, да, я там съел столько-то. А на праздник я могу, ну, как любой человек, я могу съесть раза в три больше-то вообще-то. Ещё подмоночку. Но могу я это переварить или не могу? И всё, у меня тут вот так вот становится, и мне плохо, сердцебиение, и все это там такие вещи. А как только… Поджелудочная очень сильно. Ну, поджелудочная и так далее. У меня, вот, по счёт ижоги поджелудочной я расскажу. Вот можно вот по телевизору, о, ижогу лечим там. Уж поджелудочную я там молчу. Так вот, одно время я в Ёлках-палках кушал, и мне нравилось, значит, рис брать, и там, по-моему, курятина с томатным соусом. То есть я вот прихожу, всё нормально, я себя чувствую, всё хорошо. Вот эту вкусную пищу, хорошую, с телеги навалил, вот раз, наелся. Выхожу с этой Ёлок-палок, у меня здесь вот, это как раз, как палка, боль. Думаю, да что ж такое? А это просто, наоборот, вот эта вот поджавка, томатная поджавка, она так действует. В зависимости от индивидуальной конституции, она как раз ведёт к перевозбуждению вот этого жизненного принципа желчи. Это… А желчь, это тут, грубо говоря, поджелудочная, желчь, и так далее. И всё, не могу. И плюс… А до этого ещё, я помню ребёнка, кильки съешь в томатном соусе, кильки съешь в томатном соусе. Не тошнило. Ещё. Нет, она мне не тошнила. Раз вот это изжога, да что такое изжога, то мёда много, если съешь, вот сегодня, завтра, после завтра уже изжога. Как я только всё это перестал есть, и всё это прошло. И если я сейчас опять это начну есть, это у меня появится. Поэтому я, ну, умеренно что-то там съем, и нормально. А как вот раньше, килька, сегодня килька, завтра, или мёд сегодня, мёд завтра, или вот эта поджарка там, это. Всё. И будем лечиться, будем что-то делать, будем это, и человек будет… На самом деле, вот такие вот вещи. А что вот вы думаете, да, вот в ведической концепции есть такой, ну, какой-то ритуал, да, предложить пищу Богу, чтобы снять вот эту кармическую её какую-то составляющую. Как вы считаете, вообще, как сильно влияет, когда человек готовит с какими мыслями еду? Вот вообще вот это состояние влияет на качество пищи. Можем ли мы, например, кушая еду, например, которую приготовил человек в ресторане, находясь в состоянии депрессии, потом домой прийти и почувствовать это состояние? Я думаю, что всё можно, конечно, почувствовать. Всё можно почувствовать. Но самое интересное, вот, опять-таки, ведические вот эти вот знания, кто там, Арджуна, попросил Кришну показать Ему Вселенную. Помните? И этот показывает Ему Вселенную, и одни рты. Помните? Одни рты. Один съедает одного, другой съедает одного. То есть, Вселенная, что бы мы с вами ни съели, в любом случае, оказывается, так как мы входим в большой организм Вселенной, они через нас едят. И мы думаем, что там мы себя питаем. Вот, знаете, как каждая клеточка. Она думает, что я сама там живу по себе и так далее. Она нужна организму. И организму, и там всё это там, и пищу и так далее. Так точно и здесь. Мы думаем, что вот мы себя питаем. Оказывается, вот как раз через нас питается вот эта вот вся эта Вселенная. Вот интересная вот особенность. Да, и нам там перепадает, и всё это Вселенная. И поэтому предлагаю Господу пищу не я ем, а ты. Это будет как-то более справедливо. Вот если в конечном итоге подумать, а кто ж всё-таки ест, и оказывается, вы просто инструмент, который, как бы сказать, участвует в этом процессе. Что, может быть, к тренировочке перебить? Давайте. Не устал, засыпаешь, или что? Да, это это. Так лучше мы принимаем информацию. А он просто вёл машину ещё. Да, машину. И там спали, да, и там. А вы медитируете, Геннадий? Немножечко. 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 Я в своё время книжку, вот эта, концентрация и медитация, Шивананды. Я начал там это, по этой книге. И, кстати, когда был в Индии, я был в том ашраме, слове Шивананды. Правда, вот Шивананды уже нету там. И вот он говорил там, одна из форм медитации, это сознаточение на кончике носа. И вы почувствуете запах. И она сразу сразу сознатачивается, сразу сознатачивается. И действительно такой аромат какой-то. Потом на ушах звук. Вы услышите тонкий колокольчик. Услышал колокольчик. То есть было. Сейчас что-то не получается, но я сижу. Медитировать. Сижу в благодарении. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет. Он в подарки раздает. Радость и любовь растет. Это-то Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем. И под чоканье покалом Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет. Он в подарки раздает. Радость и любовь растет. Это-то Новый Новый Год. — Так испи, дружок сын внешний. Наливай в бакал скарти, Загадай свое желание И под звонку роб-робей. Ай! Реселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет. Он в подарки раздает. Радость и любовь растет. Это новый, новый год Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.